Сегодня воротниковая застёжка, потому что мы будем говорить об украшениях казанских татар. Мы в Казани, в этнографическом музее Казанского университета. Здравствуйте, я Перкисян Браши и моя любовь, Россия. Этнографический музей Казанского университета – один из старейших на территории России. Основы музея были заложены в 1815 году, когда создавался кабинет редкостей Казанского императорского университета. Среди многочисленных этнографических коллекций здесь представлена и коллекция украшений казанских ювелиров. Мой собеседник – Елена Гушина. Она директор этнографического музея Казанского университета. Елена, добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, когда мы думаем о народах Паволжи, мы всегда вспомним очень много монеток, там чурпа такая красивая, нагрудники и так далее. А я знаю, что есть абсолютная уникальность – это ювелир из Казана. Есть такая татарская традиция ювелирии. Вы нам можете рассказать вообще, откуда, правильно ли это и откуда это появилось? Безусловно, это правильно, потому что действительно ювелирное дело в Казани, в Казанской губернии достигло у татар колоссального расцвета. И это были произведения искусства, во многом это были произведения искусства, которые шли даже на экспорт. Почему? Тут ответ однозначный. Потому что существовала устойчивая культурная традиция, которая перешла к ювелирам еще со времен Волжской Булгарии, где также было прекрасно развитое ювелирное дело. Это 9-10 века? Да, да. Но существовала определенная традиция мастерства. Существовали способы изготовления украшений. И вот одним из самых таких знаменитых способов украшения, которым очень славились, очень сложный, очень эффектный – это бугорчатая скань. Вообще скань была не только у татар, там и русские мастера были в этой технике, работали. Но вот в бугорчатой скане, изготовление украшений в бугорчатой скане, это, конечно, было такое вот, ну, визитная карточка. А что это за слово вообще? Как вы сказали еще раз? Бугорчатая скань – это технология, при помощи которой изготавливались украшения. Очень, условно говоря, простым языком утрированы, то есть из тонкой-тонкой проволочки хорошего серебра или золота, качественного серебра. Не просто были перегородки, а еще они завершились такими пирамидками. Она накручивалась пирамидкой, и она была объемной, по сути, трехмерной. И украшение смотрелось очень так эффектно. Такой конус? Да, да, маленький, маленький такой, маленький конус, и она получилась, ну, как вот с шишечками, да, с такими, с выемками. То есть украшения, бляхи, косники, такие очень были ажурные, фигурные, фактурные и вот выпуклые. Они смотрелись безумно красиво. И это действительно такая специфика Казани или казанских татар? Казани пользовались, ну, конечно, не только казанские татары, но у казанских татар это достигло высокого мастерства. И в Поволжье это была визитная карточка именно казанских ювелиров. Значит, эти ювелиры, они где работают? Прямо в городе Казан? Это есть специальный там район, где это все развивается? И когда это начинает развиваться? Скажем так, это не прекращало никогда развиваться, потому что ювелирное дело передавалось из поколения в поколение, от отца к сыну. И секреты мастерства каждого мастера были охраняемы. И, в принципе, поволжские ювелиры, тюркские ювелиры были известны всегда. И слова о татарских ювелирах распространялось далеко за пределы нашего Поволжья. То есть украшения шли на экспорт. После присоединения Казани к российскому государству, многие ювелиры из Казани переселяются за Казани. И создаются несколько таких локальных центров близко с Казани. А также остаются ювелиры, конечно же, и в самой Казани, которые жили в Татарской Слободе. Те ювелиры, которые были в Казани, оставались, они в основном изготавливали такой штучный, дорогой очень продукт. Изготавливали из материала заказчика. И очень интересный феномен здесь у нас в Казанской губернии была рыбная слобода, которая специализировалась на изготовлении украшений. Татарских украшений. А потому что изначально там занимались рыбой промыслом, добывали рыбу, торговали рыбой. И потом произошла смена специализации населённого пункта. Стали заниматься ювелирным делом. Изготавливали уже здесь, так, на массовый поток было поставлено дело, достаточно типичные украшения. Но в хорошей технике. Ещё одна специфика, что в рыбной слободе украшения, татарские украшения, в стилевом решении, в стилевых элементах изглотавливали русские мастера. Но если украшения ювелиров, которые жили в Казани, были достаточно дорогие, не все могли себе их позволить. Рыбно-слободские мастера делали более такое, ну, как бы мы сейчас сказали, масс-маркет, да, на среднюю категорию. Были более доступные, было более низкого качества серебро, но, тем не менее, то есть полностью отвечало традиции. Потому что украшения являются завершающим звеном костюмного комплекса. Они полностью сочетались с традиционной одеждой, с головным убором. То есть это полностью составляло такой лаконичный законченный ансамбль. Интересный у нас экспонат, вот, на хасите, одна из бляшек на голубом. Хасите, это что? Хасите, это перевязь, вот, это перевязь, да. А это как? Это вот так, это на грудь или это не совсем? Это не совсем на грудь, это через плечо шло в сторону, то есть под грудь. Это именно перевязь, которая перекидывалась. Это обычно такой мужской такая? Ну, нет, в данном случае это женская мента. Это как лента, да? Да, на которую нашивались разнообразные бляшки, камни, пуговицы. То есть все, на что хватало, во-первых, денег. Во-вторых, что входило в эстетический вкус дамы, да. Но даже больше, наверное, все-таки ее мужа, потому что женщина – это показатель достатка мужчины в то время была, да. Все самое лучшее. И, конечно же, перевязывались небольшие каранцы. То есть как выглядела Хасите, как, собственно говоря, в костюме она была, вот можно посмотреть по фотографии. На выставке «Общество археологии и истории и этнографии» – это научное общество при Казанском университете, которое занималось изучением традиционной культуры народов как Казанского по Волжи, так и всего того, что находится восточнее. Это какого периода? Это вторая половина XIX века. Ага, это уже видно. Общество, да, научное общество. Они устраивали выставки с целью популяризации научных знаний и, конечно же, популяризации информации о культуре. И здесь мы видим фотографию, она вот была на выставке «Казанская татарка». И мы здесь видим как раз-таки у нее вот перевязь на костик украшения. Головной убор, заметьте, тоже не колфак, а шапка, которую также прекрасно носили. Перевязь, которая как раз видна. Все вот эти вот нашивки, их было видно. Вообще, традиционно хассите изготавливались вот именно на тканой основе. Расшивалось позументом, вышивками, то есть покупались, ну, как бы мы сейчас назвали, разнообразные красивые тесемочки, да? Все это тоже прошивалось. И, конечно же, бляшки вот эти. Это и личная собственность женщины, и показатель статуса. А такие цельные металлические хассите – это уже большее влияние городской культуры, городской моды, который изготавливал ювелир под заказ. Она такая была праздничная, цельная. Потому что обычно хассите женщина собирала на протяжении всей своей жизни. И все это красиво украшалось, нашивалось. Все эти разнообразные бляшки, камни и пуговицы, медальоны. И вот эта вот небольшая жестяная баночка – это очень интересный, уникальный экспонат. Эту баночку при совершении хаджа в Мекку брали с собой, туда наливали воду из священного источника дзем-дзем, дзем-дзем. В разных транскрипциях он немножечко по-разному называется дзем-дзем. Горлышко запаивалось, чтобы ни капли этой драгоценной воды не было пролито. И это хранилось как реликвия. И это потом дома? Дома, да, да. Но это было как украшение тоже? Нет, это не украшение, это не вешалось никуда, это просто именно хранилось вот как реликвия. На Хасите прикреплялись вот такие небольшие караницы, где по идее, они открываются туда, то есть помещаются отдельные суры из Корана, отдельные выдержки. Это имеет функцию такого оберега, да, охранительную функцию. Но часто эти караницы были пустые. И это отмечал еще Карл Фукс. Карл Фукс был одним из первых, кто, собственно говоря, описал культуру казанских татар. Он здесь работал, да? Он работал именно в Казанском университете. Он был медиком. Он возглавлял кафедру. Он в Казани вообще был проездом. Но ему здесь очень понравилось, ему предложили кафедру, и он решил остаться. Немец. Он жил, поселился в татарской слободе. И вот он пишет, описывая татарскую женщину, описывая ее украшения многочисленные, описывая ее одежды. Описывает и хасите. Говорит, что там очень всего много могло быть нашито. И упоминает караницы. Но отмечает, что чаще всего караницы были пустые. Потому что, ну, Фукс очень сильно впечатлял, что казанские татары очень любят пить чай. Это была действительно чайная церемония. И когда к нам приходит гость, мы его всячески до сих пор стараемся напоить чаем. Он говорит, что татары пьют очень много чая, и поэтому нельзя с религиозной такой реликвией справлять определенную нужду. И Фукс отмечает, что татарки очень часто пили чай, и поэтому украшений не снимешь. Это все, это костюмный комплекс. А так тоже нехорошо осквернять свою веру, свою религию. И поэтому часто просто караницы были пустые. То есть они как бы были, она как бы есть, но внутри не было молитвы. Которая, по идее, по логике должна была быть. Перенесемся в Национальный музей Республики Татарстан. Именно здесь находится знаменитая комната – татарская золотая кладовая. В ней экспонируется уникальная коллекция татарских ювелирных украшений 17-19 веков. Татарские ювелиры изготавливали не только нагрудные перевязи или воротниковые застежки, но также делали замечательные браслеты. Причем браслеты были как чеканные, просто плоские браслеты, закрывающие полностью всю руку. Так они могли быть составные, состоящие из нескольких частей. Они украшались арабской вязью, украшались растительным узором, также активно украшались различными камнями. Причем интересная небольшая такая особенность – татарские женщины носили обычно одинаковое количество браслетов на каждой руке. Считалось, что это приносит мир в семью. Вот такая вот маленькая изюминка. Серги делали? Сергию. Татарские женщины очень любили серги, причем серги были объемные. Одна из самых традиционных форма татарской серги считается медалевидной формой. То есть, как будто такая вот небольшая грушевидная, расширяющаяся к низу. Серги тоже были разные. Они могли быть… Чаще всего это была скань, но это более сложная, конечно, техника изготовления. Также была чеканка, было литье. Украшали камнями. То есть, камни любили использовать не только в других, как браслетов, ювелирных украшений, так же и в серьгах. Один из любимых камней татар – это была, конечно же, бирюза. Фирюзе – голубой камень, и он использовался практически в каждом ювелирном украшении. Кольца любили. Тут уже носили как мужчины, так и женщины. Но необходимо отметить, Пьер, что носили перстны. Обыкновенные, простые, как вот у меня кольцо, не очень любили. Считалось, что это не очень богато, что ли, немножко бедно. Ну, например, в Национальном Удее очень богатая коллекция перстней. А зачастую мужчины использовали перстни как печать, то есть в виде подписи. Это их подписи? Да, 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 при подписании какого-то документа у торговцев, у купцов часто использовались вот так формы печати в виде перстня. Тогда бревянки. Ой, ну что вы, нет, нет. Это слишком дорогие камни, в общем-то, нет, они были не в бихоте. Все-таки больше полудрагоценные камни использовались. Но необходимо отметить, что украшали не только руки, но также и украшали и волосы. Одно из знаменитых украшений – это чумпа, который, прикрепляясь к концу кос, у девушек, у женщин, и были как бы шумящие подвески. Они могут быть очень тогда низко? Косы были длинные, да, то есть это не наши современные девушки с карелью, это были длинные волосы. В общем-то, волосы татарские женщины не стригли. Если мужчины брились нагло, то у татарских женщин волосы были всегда длинные. И косы всегда две? У татарских, да, у мусульман татар, косы были две у женщин. Особенность украшений – у них была на русский манер одна коса. Это значит такие большие, крупные серки практически, вот эти две. Можно сказать, что это серьги для волос. То есть есть серьги для ушей, да, 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 тут украшения для волос. Да. Финя, спасибо. Вам спасибо большое, Пьер. Обязательным элементом костюма было вот это вот изю. Это накладка на платье. Это накладка на платье, то есть она вот… Это верхняя часть, да? Это верхняя часть. Это нагрудник. Это нагрудник, да, это нагрудник. Все дело в том, что традиционно платье шилось очень большим разрезом, но ни одна уважающая себя женщина в традиционной культуре у нас в Поволжье не будет показывать свое тело, да, особенно после замужества. То есть это все закрывалось. И сверху была вот такая вот накладка на грудник. Он… Иногда были определенные виды, которые надевались под платьем, но конкретно такие вот, видите, с красивыми очень золотым шитьем. Сюда же также могли крепиться разнообразные бляшки и каменья на этот нагрудник, потому что его было видно. А есть вещи, которые далеко не известны в России, допустим? Это типично только казанско-татарское, очень красивое украшение, которое называется «якащалбарэ», или, ну, если переводить на русский, «воротниковая застежка». Она крепилась, то есть в районе ворота. Значит, здесь ленточка такая, да? Ленточка была, да, которая подвязывалась. Это украшение, его, опять-таки, было видно, как и было видно изю. Платье, а сверху платья надевался камзол, жилет, который как раз-таки скрывал вот эти вот какие-то отдельные края, но воротниковая застежка, как и хассите, она была видна. Воротниковая… И вот такие застежки, у них всегда пятка? Традиционно. Их пять лучей вот таких вот расходятся, которые заканчиваются в конце бляшками, но они могли быть не такого красивого, изящного, дорогого вида и плана. Это могли быть просто серебряные, такие небольшие, тонкие, литые украшения с орнаментом. То есть это опять, это дорогое украшение. Почему-то серебро. Есть-то какое-то ощущение, что золото здесь не любят. Ну, не то, чтобы не любят. Золото было дорогое. Серебро – излюбленный материал вообще у многих тюркских народов. Оно было более доступно. И плюс еще накладывается тот момент, что, допустим, пророк Мухаммед носил кольцо серебряное на своем пальце. Тоже сейчас мы можем читать, что золото, вот этот желтый цвет, отпугивало людей, потому что считался металлом, где там шайтан находится. Но, конечно, прежде всего, это просто вопрос цены. Золото было просто очень дорогим. Но выглядеть красиво и модно хотелось, поэтому очень любили украшения серебряные с позолотой. То есть если мы видим, да, как и здесь, это серебро, покрытое позолотой. Опять-таки есть такая поговорка, что татарскую женщину сначала услышишь, и только потом увидишь. Все звенит, все мелодично так переливается прекрасно металлическим звоном. Но это, в принципе, характерно для всех народов по Волжье, потому что все женщины носили очень много украшений. Это все активно использовалось. Но тем не менее... И большая коллекция у вас... Да, я вот хотела еще вам показать. Это тоже косники, то, что плетались в косу. Здесь сохранилась сама вот эта вот ленточка, бечевочка, которую вплетали в косу. Вместе. Да, вместе. Был и другой вариант, когда коса полностью закрывалась таким вот сплошным накосником, который украшался монетами, и в конце мы также видим вот эти вот ажурные красивые бляхи с каменьями. Браслеты? Браслеты, безусловно. Это важно? Важно. Конечно, важно. Незамужняя девушка носила браслеты на одной руке. Он мог быть один, их могло быть несколько. Замужняя дама надевала парные браслеты. Считала, что это вот привлекает благополучие в брак. Ну и, конечно же, серьги. Серьги – это для всех женщин, и молодых, и взрослых. Да, вообще, сережки девочка начинала носить, как и все украшения, в возрасте 4-5 лет, где шло вот ее уже вовлечение такое в будущую взрослую жизнь. Естественно, они различались по форме, как вы видите, здесь они были достаточно разные, и по стилистическому решению разные. Как раз-таки в той вот рыбной слободе русскими мастерами-ювелирами изготавливались такие вот серьги типично татарской формы. В 19 веке такие украшения женские, такие серьги были достаточно популярны. Вообще, по этнографии более раннего периода казанских татар, не так много именно этнографических сведений. Потому что женская половина дома, она была закрыта. И мужчина туда, особенно посторонний мужчина, не мог войти, да? То есть женская культура, она во многом была закрыта. Вот сейчас вы тронули такую тему, вообще зачем украшения, если особо не выходишь на улицу, или вышли на улицу? Женщина встречалась с другими женщинами. Это тоже был целый ритуал. Она когда шла на праздник, она одевала свою лучшую одежду, она одевала все свои украшения. Там тоже была целая процедура действий. То есть кому она первая должна подойти, кому потом она должна подойти, женщина увидела другие женщины. Ну и нужно быть красивой для своего, конечно же, супруга, да? Дома же ее видят. Значит, это и возможности показать богатство супруга. Статус. Украшения всегда выполняют три функции. Ну, декоративная красивая, статус и функция берега. Кстати, очень интересно, вот и функция берега в украшениях других народов. По Волжье тоже присутствует обильное количество раковин, тропических раковин каури. Или как здесь их называли, ужовки, потому что вот она сама напоминала голову в ужа. Да, совершенно верно. Это не татарское украшение, это финно-угорское. Но татары, татарки тоже нашивали вот такие вот раковины каури, как оберег. Ну, вот большая коллекция, я так понимаю, в университетном музее как раз одежда из других регионов и других народов. Да, конечно же, потому что, в принципе, университет и был открыт для того, чтобы изучить все то пространство, которое находится в восточнее Казани, и, конечно же, наше многонациональное по Волжье. И этнографические знания, этнографические сведения здесь стали формироваться с момента открытия университета. Этнографы всегда проявляли интерес не только к заморским далеким странам, но прежде всего, что нас окружает. И они в 19 веке отмечали, что если мы сейчас это не изучим, это исчезает. Мы сейчас с вами находимся в зале, посвященном традиционной культуре народов Казанского по Волжье, Казанской губернии, современного Татарстана. Проживают много этнических групп, в том числе чуваши. Народ тюркоязычный. Ну, костюм, конечно, кардинальным образом отличается от татарского костюма. Допустим, у чуваши мы тоже здесь видим знакомую нам перевязь, да? Похоже на хассите чем-то, но совершенно другая техника исполнения. Здесь ракушек много. Да, да, да. Вот эти каори. Нет никаких нашивок, нет никаких вот таких вот блях. Но вообще такие плечевые и поясные украшения характерны для многих народов. Но и браслеты мы видим на манекене. Но тоже достаточно простые. Простые, да. Это то, что делали уже дома, да, в основном? Большая часть украшений, да, самодельные, которые делали дома. Что-то могли покупать также на ярмарках, были ремесленники. Но такого высокого мастерства, как в ювелирном деле у казанских татар, пожалуй, в Поволжье больше нигде не было, да. Вот эта вот, конечно, изумительная работа, которую мы с вами видели, вот эта тонкая скань, да, пожалуй, такая уникальная, да, да. Но украшения монеты присутствуют в украшении всех народов Поволжья, в том числе и у Чуваши. Эти монеты есть и у татар, да. Вот в Костнике мы видели, в Золотой Кладовой вы тоже встречались с монетами. На лоб девушкам одевали монетки. Татары-кряшины носили украшения наподобие изю, выполненные полностью из монет. Ну, таких красивых... Пятиконечных, как я качалбару, только татарская. Это ни у кого больше не было, никто это не носил здесь у нас в Поволжье, потому что у всех были свои украшения, да. Мы здесь такого с вами не видим. Ну, я правильно понимаю, что все эти украшения, это 19-й и, может быть, раньше век. А вообще, что сейчас? Безусловно, сейчас, ну, как никто не ходит в кокошниках, да, так и никто не ходит в таком полном комплекте с калфаком, с хосите, да. Хотя красиво, да. Хотя очень красиво, да, очень красиво, и какие-то элементы возрождаются. К сожалению, костюм в 20-м веке, традиционный костюм вообще всех народов Поволжья, татарский в частности, очень сильно подвергся влиянию общегородского костюма, да. И те события, которые происходили в стране, вот эта вот унификация такая с городской культурой, конечно же, повлияла и на украшения, в том числе. Мастерство по многому было утеряно, потому что вытеснили ювелирное дело, такое вот, ну, частное, да, ювелирное дело семейное, массовые эти украшения общегородские, да, собственно говоря, эти времена были тяжелые уже, мало кто мог себе позволить вот так вот заказывать такие произведения искусства. И, безусловно, традиция во многом была прервана и утеряна, что характерно для многих промыслов, многих народов. Сейчас возрождается традиция традиционных народных промыслов. Я думаю, постепенно возродится и ювелирное мастерство. Вряд ли это будет что-то такое вот массовое, потому что все-таки это штучный товар. Ну да, мы понимаем, что в конце концов это штучный товар. Спасибо большое за прекрасную беседу. Спасибо большое, мне было очень приятно, что вы приехали к нам в гости, и всегда будем рады вас видеть в нашем музее. Моя любовь – Россия. А я сегодня понял, что когда женщина надевает буси или серги, она думает, что она выражает себя, а на самом деле она выражает свой народ, свою культуру и свое время. Путешествуйте и узнавайте страну вместе с нами. Au revoir et bon voyage. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...